13 сентября в нашей стране пройдет крупное федеральное мероприятие, выборы в органы законодательной власти. В Челябинской области они двойные. Кого будем выбирать и как будет организовано голосование? Об этом мы поговорим с Ларисой Казаковой, председателем территориальной избирательной комиссии Копейска. Лариса Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Владимировна, так кого же мы будем выбирать и, собственно говоря, какие выборы нас ждут в этом году? В этом году всех жителей области ждут выборы депутатов в законодательное собрание Челябинской области. И Копейчан ждут выборы депутатов в собрании депутатов Копейского городского округа. То есть я бы сказала, что это мероприятие очень важное для Копейчан. Выбрать все-таки законодательную власть областного масштаба, ну и выбрать законодательную власть нашего города. Предстоит принять нашим Копейчанам, и мы обращаемся ко всем во избежание различных разговоров. Нужно все-таки приходить на избирательный участок и отдавать свой голос за того кандидата, которому большая симпатия, расположение. То есть сделать свой правильный выбор обязаны все. Хорошо, сколько депутатов мы будем выбирать в законодательный орган и в местный? Законодательные органы у нас пройдут по смешанной системе. То есть это у нас мажоритарная система, где выбирают одномандатников. То есть вся область разделена на округа. И в составе каждого округа будет, скажем так, для избирателей выдан бюллетень. Мы говорим с фамилиями будущих кандидатов на кресло депутатов. И единый избирательный округ – это вся Челябинская область. Здесь уже второй бюллетень, где перечислены партийные списки, партии. Здесь наши избиратели будут голосовать за ту или иную партию. И по количеству набранных голосов партия будет получать то или иное количество мандатов. Наш город Копейск выделяется тем, что все-таки у нас примерно 111 тысяч избирателей. И весь город не входит в один округ. Поэтому часть города Копейска – это центр и юг – входит в отдельный одномандатный избирательный округ номер 20. И часть нашего города – это север, который входит в другой избирательный округ, где город Челябинск. Это Каштагский избирательный округ. Там жители будут выбирать своих депутатов. То есть таким образом у Копейчан здесь основополагающий момент – это место жительства, в каком районе города они живут. И здесь нужно понимать, что если вдруг человек проживает в городе, но и зарегистрированный на горняке, то у него будет право на те бюллетени с теми кандидатами, которые будут зарегистрированы по Каштагскому избирательному округу. А те, кто проживает в центре Копейска и на юге, на юге у них опять же свои кандидаты и свои бюллетени. То есть свой выбор. Местные выборы. Сколько депутатов будем выбирать в местный парламент наш? В местном нашем парламенте город у нас разделен на 25 избирательных округов, которые формируются раз в 10 лет. Поэтому мы в границах ничего не меняли, внесли изменения в описательную часть, прибавили новые улицы, новые дома. Таким образом, 25 округов у нас сохранилось и 25 депутатов наши копейчане изберут 13 числа. И мы увидим новый состав нашего собрания депутатов. В настоящий момент идет следующий этап. Это этап принятия документов избирательной комиссии на регистрацию. То есть момент выдвижения у нас прошел, выдвинулось всего по местным выборам 133 человека. Но нужно сказать, что до 19 числа, 18.00, мы принимаем остаток документов на регистрацию. И те, кто к нам не придет, вдруг не донесет нам пакет, те автоматически снимаются с выборов. Поэтому мы будем ждать всех остальных до 19.00, 18.00. Всего у нас по Копейскому одномандатному округу номер 20 выделилось пока 5 человек. Самого движенцев нет. Ну и нужно сказать, что пока еще ни один кандидат ни по местным выборам, ни по ЗСУ у нас не зарегистрирован. Идет период проверки документов на соответствие, которые указаны в заявлениях наших кандидатов. И если мы выявляем какое-то несоответствие, то там свои меры. Или же мы просто уведомляем наших избирателей через средства массовой информации, что, допустим, такие-то сведения, поданные нашим кандидатам, не соответствуют действительности. Ну а есть более, скажем так, тяжкое нарушение. Если наш кандидат не указал судимость, а она у него есть, то этот момент за собой влечет снятие с регистрации. То есть следующий этап после того, как вы примете документы для кандидатов, это проверка документов. Сколько он занимает и как скоро они уже могут получить это кандидатское удостоверение? Когда наш кандидат сдает документы на регистрацию, то есть остаток документов, он абсолютно небольшой, у нас начинается отсчет времени 10 дней, в течение которых мы проверяем документы на соответствие, поданные все еще раз. Если что-то находим, то мы уведомляем кандидата о том, что какие-то сведения у него не достают. У кандидата есть право принести в нашу избирательную комиссию до заседания, на которое он будет приглашен в какие-то недостающие сведения или пояснить какие-то сведения. И вот в течение 10 дней мы принимаем решение о регистрации. Хорошо. Когда кандидаты уже смогут начать или уже начали свою агитационную кампанию? С момента выдвижения у кандидатов появляется право заниматься агитацией. Естественно, с некоторыми ограничениями. Например, проводить встречи в помещениях имеют право только зарегистрированные кандидаты. Далее, проводить агитацию через средства массовой информации тоже с определенного только срока, с 15 августа у нас вступает в агитацию средства массовой информации. А сейчас кандидаты могут агитировать за себя сами или посредством своих агитаторов. Они могут раздавать свою агитационную и печатную литературу, которая должна также у нас быть зарегистрирована перед распространением. То есть имеют право заниматься агитацией. Хорошо. А как идет процесс подготовки участков и участковых избирательных комиссий? Ведь буквально недавно прошло только голосование по поправкам в Конституцию. Все были задействованы, все работали. И тут плавно перетекаете в другое федеральное огромное мероприятие. Сил хватит. И как вообще идет подготовка? Участков участковых избирательных комиссий. Будут ли меняться составы? Про силок, конечно, я могу сказать одно. В нашей работе мы впервые работали неделю, 7 дней. И первое, что я хочу сказать, я хочу сказать огромное спасибо нашим членам участковых комиссий, которые, несмотря на свою основную работу, потому что они не освобождаются от работы, выполняли вот эту дополнительную общественную нагрузку, несмотря на условия для работы, на пандемию, несмотря на то, что очень тяжело было работать в халатах, в масках, в щитках, все это менять, мы отработали отлично. Это все люди, это наши 729 человек. Те, которые, ну я скажу, наверное, в этот раз я подумала, что вот так, наверное, и было во время войны, когда сказали, что нужно, и люди отработали. Да, было тяжело эмоционально, физически, когда абсолютно посредине этого срока, Рубикон, как бы я сказала, мы поняли, что все просто устали. Это невозможно столько работать. С другой стороны, ну встали на следующий день и пошли опять, что надо, надо, давайте. И, конечно, наша главная задача была отработать так, до дня голосования, чтобы в день голосования мы смогли соблюсти санитарные нормы проходимости избирательного участка. Многие избиратели спрашивали, ну зачем я буду голосовать до, если есть определенный день? А вот затем мы и обращались, что, пожалуйста, реализуйте свое право до дня голосования, потому что проходимость участка по нормам СанПина всего 8-12 человек в час. И если бы мы не отработали вот так, если бы мы не объясняли избирателям и не настаивали, опять же, чтобы не воспользоваться своим правом, проголосовать желательно, мы говорили, желательно до дня, то мы могли бы не обеспечить всех желающих в этот день. Вот мы и работали все 6 дней для того, чтобы у всех это право была возможность реализовать. И действительно, день голосования, 7 число, он прошел в том же режиме, как проходили все остальные 6 дней. Поэтому у нас не было толп, мы соблюдали дистанции, мы соблюдали все нормы, то есть были, конечно, где-то шероховатости, что-то нам пытались регулировать. Опять спасибо нашим голосующим, которые сообщали нам, что их где-то не устроило, мы тут же пытались отреагировать. Поэтому огромное всем спасибо всем тем членам участковых комиссий. Ну и, конечно, наша сейчас первая работа оставить их ненадолго в покое, чтобы они, наши члены комиссии, восстановились физически, эмоционально, потому что нервное истощение очень большое было у людей. Конечно, такая работа не может не вызвать отток. Где-то работающих. Поэтому мы сейчас будем работать по резерву составов участковых комиссий. И второе, мы будем опять заниматься обучением, потому что у нас впереди сложные выборы. Мы будем заниматься обучением наших членов комиссии как раз всем тонкостям законодательства. только для того, чтобы у нас было меньше скандалов, жалоб, естественно, чтобы все было в норме. Вот над этим мы сейчас и работаем. Хорошо. Вот тогда к пандемии. Она же ведь еще нас не отпустила, и непонятно, как дальше будут развиваться события. Голосование уже довольно скоро. Есть какая-то информация, то есть в день голосования также будут такие же санитарные вот эти меры предосторожности организованы? 99% что такие же меры будут организованы нашим правительством Челябинской области. Потому что действительно я не могу сказать, что у нас есть какие-то массовые всплески. И нам не обойтись опять без нас, халатов, всех санитайзеров. И опять же, как мы принимали здесь протоколы со всеми моментами, пытались минимизировать контакты председателей друг с другом. Конечно, 99% сейчас идет как раз об этом разговор и областной избирательной комиссии, и правительство. Да, судя по всему, мы будем работать в таком же режиме. Тогда получается, единый день голосования, как уже говорят, может тоже стать не единым днем голосования, а в несколько дней пройдет. Вот насколько вероятность здесь? Но вот здесь я могу сказать, что я также слежу за средствами массовой информации. И пока информацию получаю как раз от вас об этом, думаю, что, наверное, возможно, это действительно будет не один день. Но нужно понимать, что некоторые моменты в законе тогда уйдут, тогда может не быть у нас досрочного голосования. Потому что если будут дни до дня голосования, то уберут момент досрочного. Хорошо, Лариса Владимировна, спасибо вам за беседу. Сегодня гостем итогов недели была Лариса Казакова, председатель территориальной избирательной комиссии Копейска.